Так, друзья мои, привет от двух Саватеевых, отца и сына. Сейчас будет супер-шоу. Сейчас мы будем решать задачи, каждую за две минуты должны будем успевать решать, как уже делал Трушин. И это будет тоже помощь друзьям, которые делали конкурсы кенгуру. Вот. Ну и, в общем, так сказать, мы решили им помочь. Они хорошие парни, девчонки. И мы сейчас, значит, во славу этого конкурса, будем решать задачи на скорость. Итак, первая задача. Поехали. Если середина первой половины июня пятница, то середина второй половины июня это? Так. Тридцать. В июне тридцать. А один тире пятнадцать? Восьмое, да. Восьмое. А шестнадцать тире тридцать, соответственно, восьмое плюс пятнадцать получается, двадцать третье. Правильно, да? Ну, да, наверное. Вроде так. Шестнадцать, ну да, да, вроде так. Вот, но это плюс пятнадцать. А, это плюс пятнадцать, то есть плюс две недели и один день. То есть суббота. То есть суббота. Ответ суббота. Действительно, двадцать тридцать. Сорок четыре секунды. суббота с первой справились так причем даже меньше чем за минуту поехали 2 пошла чему равна сумма двух чисел если она на 7 больше одного из них и в 7 раз больше другого а сумма двух чисел если она что там на 7 больше одного из 7 раз больше другого равна 7 плюс b например и она же равна 7 а ну значит это уже у нас смотри бы сокращается ту а равно 7 на самом деле и получается уравнение 7 плюс b равно ты уже решил да равно 42 а равно 7 а плюс b равно 49 все верно да все у тебя и x и y да у меня ответ 49 оглашаем проверяем это сумма отлично тут мы за минуту справились так поехали задача 3 5 бук весят как три бяки однажды бяка набрался храбрости и проглотил буку во сколько раз увеличился его вес 5 бук весят как три бяки 5 бук весят как три бяки однажды кто набрался бяка набрался так сейчас я это будет бяка а у это будет бук 5 бук весят как три бяки 3 3 бяки равно 5 бук или я равно 5 у однажды бяка набрался храбрости проголосил буку бяка плюс бука равно а нет а нам нужно нет а во сколько раз увеличится всего вес я плюс y кто опять забыл бяка набрался храм вот вот это нужно найти равно 1 плюс y делить на я так отсюда y делить на я равно три пятых так y делить на я равно три пятых а это равно один плюс три пятых то есть восемь пятых восемь пятых одновременно 116 на этот раз немножко больше времени проверяем в восемь пятых раза ура все верно сейчас пока мы на стороне ланкастера а последнего перейдем на сторону йорка да знаешь да что или все на стороне ланкастера сделаем лан принцем можно так после пашки геморрой но принц план даже запишем все на стороне ланкастер ланкастера йорк это кого и трушин мелые это самое так поехали задача 4 у царя гороха было много детей в день своего столетия он заявил у одного из моих детей пятеро братьев а у другого поровну братьев и сестер какое наибольшее количество детей может быть у царя гороха так так в 10 у одного из моих детей пятеро братьев а у другого поровну братьев и сестер да неважно пятеро братьев а у другого поровну братьев и сестер у другого поровну братьев и сестер у другого поровну братьев и сестер У другого. У одного из двух детей. У одного из детей. Это может быть все равно женщина. У другого, да, поровну братьев и сестер. То есть х плюс один. А, сейчас х плюс один равно у или х равно у плюс один. То есть они отличаются на единицу. Да. Их, и у отличаются на единицу. Их должен быть пять или шесть. Сколько максимум? Но максимум нужно по максимуму брать. Просто здесь шесть, а там семь просто. И все, правильно? Нет других ограничений. Ну, хорошо. Очевидно, что не больше тринадцати, правильно? Потому что нет куда взять. Икс не больше шести, икс не больше семи. Давай построим пример, что тринадцать. Это верно. Значит... Семь мужчин и шесть женщин. Семь мужчин. Шесть. Ну, тогда все работает. Сейчас, а сколько там? Пятеро братьев. Нет, пятеро братьев не получается, да? Пять братьев? Все. А, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Шесть и семь, наверное, все-таки. Шесть и семь, да. Шесть и семь, можно. Тогда тут... У этого пять. А у этого? У этого поровну. У женщины поровну, да. Все. Все верно, да. Ну ладно, два... Короче, мы его спели. Да, правильно все. Тринадцать детей, да. Ну, у нас все тринадцать было раньше, мы бы его... Ответ был раньше, да. Мы бы его дали. Мы просто придумывали, мы придумывали, как бы... Проверку. Да, проверку. Так что все хорошо, да. Все. Ну, будем считать, что справились, но, может быть, нам не зачтут ее или там зачтут с каким-то... Нет, зачтут мы написали тринадцать. Ну, в принципе, да. Мы написали тринадцать, кто-то появился, да. Ну, мол, если был тринадцать, то ладно. Хорошо. Сейчас, момент, подожди. Сейчас сотрем. И номер пять. И номер пять. Слушай, а на стороне йорка мы можем тургор записать? Да. О, клево. Так, но... Врубай. Ну, предыдущая была уже ничего. Дворник работает по средам, субботам и нечетным числам. Ага. Какое наибольшее количество дней подряд он может работать? По средам, субботам и нечетным числам. Ага. По средам, субботам? Ну, у меня получается среда... Среда? Нет. А, еще вот это... Да, суббота. А, дальше. Значит, смотрим двадцать. Значит, ну, по-моему, вырастить дальше уже мы никак не можем. Да. То есть, вот, вот среда. Вот суббота. Вот. Ну, да, нечетных чисел. Ну, как бы тут... Смотрите. Да, но у нас, как бы, есть ответ. У нас еще минута на рассуждение и доказательство его. Ну, по-крайней мере, шесть может быть. Шесть может быть, потому что, вот, пожалуйста, двадцать девятый, тридцать первый, первое, третье. И, соответственно, тридцатая среда и вторая суббота. Вот. То есть, шесть дней подряд он может работать. Но вот, что касается... Больше семи? Да, вот можно ли больше шести? Ну, как? Ну, вот, да, то есть, как? Значит, у нас должно быть, если больше шести, если семь подряд... У нас тут понедельник, а тут у нас тоже понедельник. Семь подряд, да, из семи подряд получается, что они не могут быть четные, да? Нет, из семи подряд могут быть четные, но там внутри три четных. А, если эти две нечетные, то внутри три четных, если здесь не такой переход, три четных не могут быть субботой и средой подряд. Поэтому только... Да, ну, в общем, короче, да, ответ шесть. Ответ шесть, доказательство длинное, муторное. Шесть дней подряд, все. И тут я уже попался. Все. А я сразу почувствовал, что тут переход через месяц будет. Вот. Да, но доказывать долго, но понятно, да, мы можем как Трушина потом разобрать аккуратно. Вот Трушина разбирал каждую потом очень аккуратно, но здесь единственное, которое надо разобрать, это вот это. Остальные мы фактически уже разобрали. На каком-то химпу, четыре, а там два еще одна. А у оставшихся одна. Давайте вот это разберем, да, просто, да. Тайминг остановлен, просто разберем последнюю задачу. Итак, то, что есть шесть, пожалуйста. Теперь вопрос, может ли быть семь? Если семь, то в одном из дней четыре. В одном из месяцев, да? В одном из месяцев. Да. Если семь, то в одном из, ну да, то есть четыре подряд. В одном хотя бы четыре. Да, если это через месяц, но если это в одном месяце, то там из семи тричетных, которые не могут быть двумя субботами. Если там четыре или пять в одном месяце, то в другом хотя бы два, и там одна четная, а тут хотя бы два четных. Да, тут хотя бы два четных. А иначе тут хотя бы шесть, и тут три четных. Да, ничего не получается, да. То есть это единственный вариант, в котором будет два четных. Если будет 3 четных, то уже не может быть. Всё. Соответственно, 3 четных не могут быть заняты субботами и средами подряд. Ну, строго говоря… Из 7. Из 7, да, если будет 8, то… Если будет 8, то всё равно внутри будет 7. Если будет 8, то он будет 7, да. Семь не может быть, потому что… Потому что уже будут переходы из среды в среду на 7. Да, да. Всё, поэтому значит четных должно быть 2, а тогда нечетных здесь не может быть никак больше 4. И всё. Ну вот, значит, решайте конкурсы кенгуру или как там они называются, но в описании все скажете.